Жители 16 микрорайона Майкудука недовольны работой КСК. Жильцы Хрущева ксетуют на то, что обещанные КСК работы по благоустройству домов района не выполняются. По словам людей, оплата за услуги коммунальной структуры не оправдывает надежд на жизнь в тепле и уюте. Аида Ибраева знает подробности. Грязный двор, неприятная вонь из подвалов домов, аварийное состояние отопительных труб. Обо всех этих проблемам, по словам жителей, КСК известно, но, похоже, решать их никто не собирается. Посмотрите на наши дворы. Вот в течение стольких лет мы ходим по грязи. Вы посмотрите, в каком состоянии у нас отсутствует дворник. Вы посмотрите, как возле подвала, вот здесь вот насыпано весь мусор, который не убирается годами. Мы даже не знаем, куда обращаться. Казалось бы, такие простые вещи, как содержание в штате дворников, ремонт подъездов, устранение неполадок, часто возникающих в жилых домах, чистота двора, чтобы можно было пройти, не запачкав обувь, входят в обязанности КСК. Однако люди многие проблемы привыкли устранять своими силами. Вот тут стояк, поэтому первый подъезд с правой стороны, там тоже, уже старые трубы, все, там надо сделать. На что представитель КСК дал свой ответ. Ну да, это входит в компетенцию, должны быть сантехники, вообще должна быть бригада, два слесаря, сварщик, вот, так как зарплата низкая, вот, поэтому текучесть кадров очень большая. На вопрос о чистоте в подвалах председатель КСК ответил следующим образом. Канализацию мы постоянно чистим, если поступает сигнал, там где-то запах идет, мы приходим, проверяем, если забито, то мы чистим колодцы. Однако наша съемочная группа увидела другое. Грязь, блохи и даже чье-то убежище. Вот так выглядит подвал в жилом доме. И это в 21 веке. Жители 16 микрорайона не раз обращались в КСК, в компетенцию которого входит устранение таких проблем. Однако, как мы видим, результат налицо. Несколько домов находятся под предводительством КСК «Маяк-16», что удивительно, оплата услуг коммунальной структуры производится ежемесячно, в размере 4000 тенге. Владельцы квартир не понимают, за что они платят. Проблемы не устраняются, детям негде играть, а пожилым людям также приходится нелегко. Словом, сложившаяся ситуация не дает спокойно жить каждому, кто живет в этом районе. Я уже к Акимату ходила, жаловалась, и насчет крыши жаловалась, и насчет двора, насчет то, что КСК, во-первых, КСК должен работать, нам должен быть документ, что он заключил договор, договора нет. Потом ежемесячно, если мы платим, 40-60% точно платят, я сама ходила, узнавала, 40% не платят. Однако представители КСК говорят обратное. Когда решится проблема с чистотой, неизвестно. Ясно одно, терпеть безответственное отношение КСК к работе люди больше не могут. Вот посмотрите, какие наши труды, в каком состоянии находится теплотрасса. Когда все государство, как говорится, борется за экономию нашей теплоэнергии, вот эта бесхозяйственность уже бьет не только по глазам, бьет по сердцу. Наладить благоустройство своего района самостоятельно люди не могут. Остается надеяться, что они все же найдут общий язык с представителями КСК и придут к единому решению проблемы. А данная ситуация послужит примером каждому. Аида Ибраева, Толеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый, Карагандинский.